Приветствую вас. Смотрите, Екатерина. Какая получается штука. Вы как будто с одной стороны для себя, вот именно для себя, любимый. Как будто бы вы для себя любимой мало делаете. Ну, вообще. Как будто бы вы для себя любимой не делаете, ну, вообще ничего. По сути. То есть я, конечно, не знаю. Да, я, конечно, не знаю. Я могу ошибаться здесь. Но выглядит, выглядит это вот всё. Таким образом выглядит это всё вот так, что вы сами не цените того, что делаете. Сами не можем понимаете, зачем это всё нужно вам. Для чего это всё вам нужно. Вот. Ну, то есть вот. Зачем это всё нужно. То есть сами были, как будто бы ценность этого не ощущается. Вот. Ну, вот. Ну, вот. Не чувствуется, да. Вот. Ценность этого. Сами. Значит. Значит. Себя не слышится. Вот. Так это выглядит. Так это выглядит. По крайней мере. Что вот. Себя не слышится. Понимаешь, да? Да. И постоянно чего-то ждёте. Вероятно. От. 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 Другого человека. Так. Вот. Я бы, наверное, так бы вам сказал. Я бы, наверное, вот. Такой ответ бы вам дал сейчас. Да. Вот. С точки зрения психологии. Да? Опять же, вопрос здесь возникает. Как давно? То есть, ну, вот. Вы говорите, что в последнее время я замечал, что ничего не хочу, что от всего осталось. Вот. Вот. А как вы воспринимаете это сами то, что делаете? Как вы сами относитесь к тому, что делаете? То есть, почему партнёр-то это должен ценить? Почему вы должны быть нужны партнёру? А сами то себе вы вообще нужны? Вот. Сами то вы как-то вот реализовываете? Сами то вы что-то делаете для себя? Развиваетесь ли вы Новый год? Выражаете ли вы, там, не знаю, партнёру к тому же свои чувства, которые у вас есть? Вот. Что вы делаете, когда, например, вам что-то не нравится? Да? Что вы делаете, когда, например, вас что-то не устраивает? Что вы делаете, когда, например, вас что-то стелит? Что вы делаете, например, когда вам чего-то хочется? Ну, вот просто захотелось чего-то. Что вы делаете, ну, вот в таком случае, в таких случаях? Ну, вот. Понимаете? Если это из серии «Угадай», то есть, если это вот из серии «Угадай», угадай чего я хочу. «Угадай», что мне нужно. «Угадай», чем я нуждаюсь сейчас, если вот это про это. Если это про то, что мне партнёр, там, не знаю, должен что-то. Что? Ну да. Да. Тяжело. Тяжело вам. Нет всякого, по мнению, будет. Потому что партнёр, ваш партнёр привык, ну, в какой-то степени к вашей такой способности. Вот. Он не привык к тому, что вы проявляете инициативу, он не привык. Значит, к тому, что вы говорите о том, что вам хочется. Вот. Он к этому просто не привык. И, соответственно, он думает, что у вас, вот, 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 всё вас осталось. Как бы. Хотя это по факту не так. Ну, то есть, вы, когда с ним, вот, отношения начинали, когда, я так понимаю, что, вот, ну, что вы вместе живёте с ним, да, с ним, да, с ним, да, с ним. Ну, вот, вы, когда жизнь начинали вместе, вы, ну, вот, на что были нацены, на что вы рассчитывали? Я думаю, вы рассчитывали на защитённость. Я так думаю. Я думаю, что то вы надеялись эту защищенность получить, что человек вас окружит сейчас своим вниманием, человек вас окружит своей заботой, человек окружит вас своей любовью, а вы такая вот принимающая страна и чтобы ничего, вы поймите, что есть такие пары, которые так живут и нормально живут и счастливы, но не всем это подходит, понимаете, и вот вам такая пара не подходит, а по-другому вы не умеете, по-другому вы не можете. У вас есть внутреннее ощущение, что только так можно выстраивать отношения, потому что так вы себя чувствуете, видимо, так вы себя чувствуете, вот, так вы себя, ну вот видите, вот такой вы себя видите, видимо. вот и всё. В чём, как бы, суть здесь, на мой взгляд, в чём, как бы, проблематика основная заключается. Поэтому работать вам нужно и в первую очередь, в первую очередь с личными границами. Здесь важно, где я, где другой человек, где я в своей деятельности, где я в любви, где я в взаимопомощи, где я в беседе, где я в каком-то деле, где я в развлечении. Понимаешь, что так? Какая история? На это вам нужно обратить, обратить своё внимание. Вот. И тогда сейчас начнёт меняться. Внимательность к себе. То, о чём я говорю, это внимательность к себе. Выгод и внимательность к себе. Ну вот. Не привыкли. Не привыкли. Не привыкли. Научить вас, видимо, двойник. И так вы по жизни идёте. Таким образом вы по жизни своей идёте. Вот так. Это, ну, не хорошо, не плохо. Это просто факт, что вот таким образом вы идёте по жизни. Вот и всё. Поэтому, мне кажется, что наша задача как психологов заключается в том, чтобы показать вам, показать, что можно по-другому показать вам, что можно иначе. Понимаете? Вот. И научить вас быть, ну вот, более внимательны к себе. Как мне кажется. Уделать внимание своим интересам, делать то, что вам нравится просто потому, что вам нравится. Размещать свои чувства, говорить о своих чувствах, говорить о своих желаниях. Человека как бы жестоко, может быть, это не звучало перед фактом относительно ваших чувств, ну, ваших эмоций, ваших желаний. Вот. Да? И тогда, и только тогда, ситуация может начать меняться. Пока, пока что, пока что, вот на данный момент, я бы сказал, что ситуация, ну, она пока, пока, знаете, вот, ну, довольно, довольно специфично, я бы так сказал. То есть, ну, вот, в том смысле, да, специфично, в том смысле специфично, что вы себя чувствуете не свободны в том, что делаете, в том, что делаете, как живете, вот. Вот. И я вас понимаю. И я вас понимаю. Это, правда, болезнь. То есть, вы сейчас чувствуете, это, правда, апатично, эээ, что ли. Вот. 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 Но в этом, в этом, вы, участвует. И мне кажется, что это зависит напрямую от вас. Поэтому, вам нужно помочь. И нужно помочь. Вот. Вот. Вопросы. Только если вы сами этого хотите. Только если вы сами хотите себе разобрать. Если вы обратите внимание, то вопроса вы не задаете. Если вы обратите внимание, то запроса у вас нет. Чего вы хотите, не очень понятно. То есть, понятна проблематика, проблематика. Понятно. Понятно. Хорошо. А вот, чего хотите, не за что понятно. Поэтому, я бы сказал, примерно следующее. что вы определитесь с своим запросом для начала. Да? Или, может быть, вы решите просто поговорить. о своей жизни, о том, что вам, ваша жизнь нравится, например, что ваша жизнь вам не нравится, например. Вот. А дальше уже можно будет посмотреть, как можно будет вам помочь. Дальше уже можно будет посмотреть, какую помощь вам можно будет оказать. Вот. И я думаю, что по притоку психотерапии вы сможете как раз таки наладить и гармонизировать те вещи, которые сейчас для вас могут быть. Болезненным. Тяжелым. Неприятным. Неудобным. Некомфортным. Мать, какая штука. Главное. Я считаю, это желание. Вот. Неприятным. На последок хочу просто для полноты своего ответа зафиксировать возможность у вас депрессии. Ну, депрессии, да, вот, связаны с, например, биологическим, ну, биопроцессом. То есть, что это значит? Ну, это значит, что в результате изменений вашего обмена веществ могла произойти такая вот сторона. Так вот себя почувствовать. Поэтому, если есть подозрение на эндогенную депрессию, это так называется, то лучше бы, конечно, вам провериться у врача. Чтобы не тратить свое время на психотерапию пустую. Вот. Врач вам поможет, врач восстановит обмена веществ, если вам действительно что-то нарушено. Вот. И потом, а можно и параллельно уже заниматься психотерапией. Потому что проблематика, она, скорее всего, так или иначе была. То есть, я не думаю, я думаю, что если бы это риском произошло, вы бы обратились бы к врачу. Ну, это и сами бы как-то вот поняли бы, что что-то не то. Вот. 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 Такой ответ. Так я хочу вам. Болт. Эм. Буду перед вами считать, буду с вами откровенен, а вас хочется пожалеть. Вот. Вот. Потому что, производит вы впечатление несчастного, замученного человека. Я думаю, что только в этом состоянии, не помню, говорю я или нет, вы можете себя любить. Позволяете себя любить, вы только в этом состоянии. И то, я бы сказал, что немного, вот, совсем чуть-чуть. Потому что очень скоро вы обращаетесь снова к своему партнеру, которому вы не нужны. Снова направляется своё чувство неудовлетворенности на него, вот, и убегаете от проблем. Ну, а, такой вот, настоящий проблем. Убегаете вы от себя. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, точнее на вашу историю. Вот. Я не хочу, не хочу, чтобы чифра, вот, с этим единственным чифром, таким вот, на переднем плане, если меня опускается немножко лучше, была жалость. Понятно, что чуть глубже есть и тревога, есть и злость, и страх, и агрессия. И любовь, и тепло, все эти чувства присутствуют, вне всякого сомнения, в вас, но и в вашем тексте. Но кто будет на бытовом уровне их замечать? Такой очень внимательный, очень чувствительный человек. Если этот человек не психолог, то, как бы, а зачем? Что-то там. Вот. И более, если есть определенный быть, если есть определенный образ жизни, вот, то для чего тогда? Замечательно. Когда, вроде бы, вас все устраивает, вот, и так далее. Поэтому, я думаю, что вы достали больше вам, вот, но я не уверен, что вы сами так считаете. Потому что, вот, сейчас вам плохо, и вы плюс-минус зашевелились, обратились на слайд, да? Вот. 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 Но, вы говорите, что мне все лень. Вообще, мне вот все лень. То есть, я так думаю, что вы себя пересиливали, наверное, даже в том, чтобы всегда написать. Так вы защищаетесь, как мне кажется, от своих переживаний. Так вы убегаете от них, ведь в скуке, в линии. Мне больно? Скуки в линии? Нет. Нет. Какого-то риска. Нет какого-то, я не знаю, драйва может быть нет. 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 Но не так. О, нет. 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 Я их чувствую. Не и то ли еще. Ничего не понимали, что из Бацарина, я снимал ее. комфортно. Я вас понимаю, но хотел бы указать на деструктивность. Подобная модель. Подобная модель победила. Вот такой ответ хотелось бы вам дать. Надеюсь это было полезно вам. Надеюсь это было интересно вам. Надеюсь что выводы соответствующие вы сделаете и решите что-то изменить в твоей жизни. Я буду вам пригадал за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам. Самого-самого доброго.